Ничего хорошего, судя по всему, нас отмеждают. Финэкономики в среду на совещании представил предложение Владимиру Путину по расширению механизма внесудебного банкротства граждан. Вот как ты думаешь, первый короткий вопрос, вот внесудебное банкротство граждан, вот какие там могут быть минимальные и максимальные лимиты по внесудебному банкротству граждан? Ну, минимальные, наверное, максимально высоко, вот, чтобы обычные граждане не могли на это претендовать. А максимальные, наверное, будут какие-то сказочные заоблачные, чтобы этим законом могла элита пользоваться, мне вот так кажется. Ну, тебе неправильно кажется. Сейчас, на данный момент, уже действует этот порядок внесудебного банкротства, и им могут воспользоваться граждане, у которых долг составляет 50 тысяч рублей. Оу, и в ту сторону, я думал, это не для того, чтобы себя спасти, это чтобы экономическую катастрофу, да, пытаться? Люди не могут заплатить 50 тысяч рублей, вплоть до того, что готовы объявлять себя банкротами. С гордостью, видимо, Минэкономики сообщают, что такой процедурой воспользовалось 12 тысяч граждан страны и погасило 2,8 миллиарда рублей из 4,2, чуть больше половины. Так вот, он говорит, слушайте, давайте мы раздвинем булки, то есть лимиты, лимиты раздвинем и сделаем их не 50-500, а верхняя планка полмиллиона, а сделаем их 25 миллион, 25 тысяч до 1 миллиона рублей. И снизим срок, через который можно повторно подавать на банкротство, с 10 лет до 5 лет. 5 лет прошло, можешь себя опять банкротами объявлять, потому что у тебя все равно денег нет, ты нищеброд. Да, удивительная история получается, друзья, 50 тысяч рублей. Я не думаю, что это будет реально на практике работать широко. Почему? Потому что тема банкротства, это тема бюрократическая и дорогая в плане этих услуг. Так, юристы, которые занимаются таким направлением, они берут достаточно серьезные средства за это, я думаю, больше, чем 50 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, из того опыта, который я слышу там где-то периодически, да, это все-таки сумма выше 50 тысяч рублей, тем более выше 25 тысяч. Но, по-видимому, действительно, есть какая-то часть граждан, которые, ну, просто, несмотря на эти барьеры, будут это дело реализовать на практике. Но все равно, в целом, для чего это нужно решетнику? Решетнику видят, да, что главная проблема нашей страны – закредитованность населения. Закредитованность, которая, ну, просто делает жизнь человека невыносимой, да, и нарушает тот быт, те, соответственно, привычные для него какие-то красные черты, барьеры, которые, ну, действительно, заставят его подняться с дивана, и черт его знает, куда он пойдет, на улицу, на митинге, с моста прыгать. Поэтому, каким образом избавить гражданина от арестованных кредитных банковских карт, от отключений, там, каких-нибудь, там, я не знаю, коммунальных ресурсов, от каких-нибудь, там, давлений со стороны приставов или банков или чего-то еще, он, естественно, собственно, говорит, давайте какие-то, там, значит, деньги людям будем прощать, просто потому что с них и так взять нечего, а их невыносимая жизнь будет протестное настроение в их глазах, в их головах взращивать. Но решетников, как Минэкономического Развития, должен бороться с причиной этой проблемы, согласитесь, это было бы грамотно. Вместо этого он говорит, нет, давайте лучше ударим по хвостам, нам нужно показать какую-то, хотя бы какую-то активность своей работы, своей деятельности, поэтому давайте сделаем вот так вот, а то отчитается, что это закон в интересах общества, да, банкротство у нас в нашей стране растет. А в целом, конечно, это очень унизительные выводы и итоги, когда ты анализируешь 30-летний курс современной России, что власть думает, как гражданам легче банкротиться. Не как увеличить их доходы, не как поднять их уровень благосостояния, снизить их издержки, какие-то лишние затраты, там, давление на них финансовое, да, а, напротив, сделать так, чтобы они имели возможность легче забанкротиться. А банкротство, в свою очередь, опять же, государственные пошлины, там, власть от этого, может быть, еще и выиграет, да. Банкиры, может, какие-то там микрофинансовые организации потеряют, но я не думаю, что микрофинансовые организации лишатся человека с 50 тысячами рублей долгов. Они все-таки суживают деньги по колоссальным процентам, там, сотни тысяч процентов, и, конечно, долги там значительно больше. Даже если ты взял какие-то копейки, по итогам там будут сотни тысяч, миллионы рублей. Поэтому вот, собственно, все, на что способны правительство и господин Решетников, хотя, на самом деле, полномочия просто колоссальные. Твори, созидай, строй будущее, у тебя безграничная фактически власть, да, у правительства, общество отстранено от всех процессов, делай, что хочешь, но видите, на что все это дело идет? На банкротство.